Всем привет! Меня зовут Неркин и добро пожаловать на обзор обновления Майнкрафта 1.8. Это Майнкрафт Бедрак версии, он доступен на телефонах, планшетах, на компьютере под операционной системой Windows 10, Nintendo Switch, Xbox и так далее. К сожалению это обновление толком не имеет названия, ходят слухи что оно называется праздничное обновление, а другие называют его обновлением кошек и панд. В принципе одно и другое нам подходит. Это обновление вышло 11 декабря 2018 года, но я не стал делать на него обзор, многие из вас в комментариях начали просить, чтобы я сделал обзор на это обновление и я просто не могу вам отказать. Так что присаживайтесь поудобнее и привет, меня зовут Неркин и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Хоу хоу хоу, ты уже купил себе подарок на Новый год? Еще нет? Тогда чего ты ждешь? Заходи в мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru, здесь ты найдешь качественный Майнкрафт по самым низким ценам. После покупки, ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах, сотни положительных отзывов от настоящих покупателей, все чисто и прозрачно, проверь сам и не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. С наступающим Новым годом дружище! И как всегда мы с вами начинаем из самого простенького и заканчиваем очень крутыми нововведениями. И первое нововведение это новое фоновое изображение в главном меню Майнкрафта. Здесь можно заметить и разных кошечек, и разных панд, которые играются и маленьких детенышей панд, джунгли и тому подобное. И знаете что? Скажу вам честно, что мне нравится то, что Моджанги решили под каждое обновление стилизировать фоновое изображение. Это очень круто, за это лайк и двигаемся дальше. Следующее нововведение скажем так не сильно относится к обновлению, но в магазин Майнкрафта подвезли новые текстуры под названием Майнкрафт Текстур Упдейт. Это те же самые текстуры, которые стали доступны в Майнкрафт Джава Эдишн, они очень крутые, они мне очень сильно нравятся. И Моджанги решили, что нужно их добавить и в Бедрок версию Майнкрафта, так что все кто хотят их получить, можете совершенно бесплатно зайти в магазин Майнкрафта и добавить их себе в игру. И опять же таки повторюсь, совершенно бесплатно. Но пока что это бета-версия и с каждым обновлением они тоже будут обновляться. Никто из нас не любит, когда долго загружается Майнкрафт, но теперь этот процесс проходит намного веселее. Потому что нам добавили новые факты при загрузочном экране Майнкрафта. И скажу Вам одну очень занятную вещь, то что эти факты были написаны самыми обычными игроками Майнкрафта, которыми мы с Вами и являемся. За это им тоже определенно лайк. Наконец-то все строители Майнкрафта могут вздохнуть с облегчением. Потому что в Майнкрафт подвезли строительные леса. Чтобы скрафтить строительные леса нам понадобится всего лишь 6 штук бамбука и так же одна ниточка. В итоге мы получим аж целых 6 штук бамбуковых строительных лесов. Теперь не нужно будет использовать грязь, чтобы подняться куда-то и построить что-нибудь. А так же не придется создавать себе лестницу, чтобы подняться вверх. Ведь это делается все очень просто. Мы просто берем наши строительные леса, если мы хотим подняться вверх, ставим их вот сюда, нацеливаем все где-то на соединку блока, и просто вот таким вот макаром строим, нажимаем на этот первый блок который мы только поставили и наши строительные леса просто поднимаются вверх, а чтобы забраться на самую верхушку мы просто подходим к первому блоку и нажимаем пробел и все я зажимаю и потихонечку поднимаюсь себе наверх. Спустя мгновение я уже на последнем блоке который я построил, а опускаться все так же только при помощи shift и даже быстрее я вам скажу. И вы наверное скажите Неркин 100% есть какой-нибудь подвох. Придется наверное каждый блок ломать вручную. А я вам скажу, что вы совершенно не правы. Вы просто подходите к самому первому блоку и просто его ломаете, все и все остальные подтягиваются за ним и ломаются. То о чем мы мечтаем так давно в Майнкрафте, чтобы добавили к деревьям. Ты ломаешь нижний блок и дерево осыпается целиком, что в принципе очень даже логично. Но у этого блока также есть небольшая физика. В длину мы можем поставить всего лишь 5 блоков, следующий шестой блок будет просто потихоньку себе падать вниз. Что как бы логично, потому что строительные леса довольно неустойчивые. Но скажу честно, что эта штука просто сногсшибательная. За нее разработчикам тоже ставлю лайк. Я хотел бы вам с радостью показать новый биом, который добавили в Майнкрафте, но его почему-то так сложно найти, что вам даже не передать. Думаю многие из вас догадались, что я сейчас говорю про бамбуковый биом. Найти бамбуковый биом просто нереально сложно. Это уже четвертые джунгли и я нигде не могу его найти. Это долбанный бамбуковый лес. Наверное у него очень низкий спаунрейт. Но если же вам просто нужен срочно бамбук, то его можно найти в джунглях. Выглядит он следующим образом, он достигает до 15 блоков в высоту, и каждый из вас может его себе спокойненько выращивать. Первая стадия роста бамбука выглядит таким вот образом, такой вот непонятный росточек. Вторая стадия бамбука выглядит следующим образом, у него очень толкое туловище и он начинает себе потихонечку расти. Спустя некоторое время он становится вот таким вот грубым и растет уже очень-очень-очень высоко. И может кто-то из вас не знал, но его также можно выращивать и при помощи костной муки. Ну и самое главное и самое кардинальное, это панды нам добавили панды, они настолько крутые, что я просто теряю дар речи. Многие называют это скинами, но на самом деле это эмоции панд, и у каждой панды есть скажем так, своя эмоция. Всего их есть 6 штук, самая последняя это самая редкая коричневая панда, сейчас вы можете наблюдать самую обычную панду, вот так они выглядят, а вот эта самая милая пандочка, это чихающая панда и временами она может просто взять и чихнуть, тем самым испугать своих сородичей, что не просто подпрыгнуть на пару блоков вверх. А также с небольшим шансом, после того как чихнет эта панда, она может дропнуть вам одну единицу слизи, что не может быть ни у вас, извините, это очень просто смешно. То есть сидит такая себе панда чихнет и вам прилетает такая козуля в виде слизи, это смешно. Есть такая вот играющая панда, у нее вывернут язык наружу, она испускает из себя вот такие сердечки и каждый раз куда-нибудь крутится. Такая вот себе панда акробат. Панды очень сильно любят бамбук, и они будут двигаться за вами если в вашей руке будет этот бамбук, но скажу честно, что обычным способом разводить панд не получится, потому что они не будут спариваться, как например те же самые коровы, курицы, свиньи и тому подобное. В какой-то прекрасный момент они просто начнут целоваться и получится небольшая миленькая паночка. Но помимо этого перитерного бамбука, наши панды любят сладости. Если вы захотите, вы можете бросить им вот такой вот тортик и они начнут его есть, хрумкать и это так мило выглядит, что я вот просто такой вот радостный от этого всего что вам даже не передать. О смотрите, произошел баг, смотрите я покормил нашу пандочку, у нее прям из живота торчит этот, о господи да боже мой товар, а благо все прошло. Я не знаю почему, но теперь смотрите я даже могу подойти и просто их покормить при помощи правой кнопкой мыши. Раньше такой функции не было, нужно было просто бросать тортики, тогда они просто его подбирали себе, потому что если я кормлю ее рукой, то у нее из живота торчит вот такой вот огромнейший торт. Много о пандочках не хочу вам говорить, потому что про панд вы должны узнать все сами. Это самое милое создание в Майнкрафте, вот честно вам говорю. Также спустя огромное количество времени, наконец-то нам в Майнкрафт подвезли рецепт плотного льда. Чтобы скрафтить вот такой вот плотный лед, вам нужно будет засунуть 9 обычных блоков льда в обычный верстачок. Ну а если вам понадобится вот такой вот твердый прям твержайший синий лед, то теперь уже плотный лед вам нужно будет засунуть в верстак и тогда вы получите вот такой вот не тающий и лед по которому очень быстро передвигаешься. Не будем далеко уходить от рецептов, наконец-то подвезли и рецепт крафта ящика шалкера. И вы только вдумайтесь когда была версия 1.9 где добавили эти шалкеры, когда уже версия Майнкрафта джава версия Майнкрафта 1.13.2 и они только сейчас в бодрак версию Майнкрафта завезли рецепт шалкерового ящика. Крафтится он ровно также как и на джава версии Майнкрафта это два панциря шалкера, а также обычный сундучок. Ну а если вы захотите покрасить свой ящик шалкера, то просто возьмите ящик шаркера и поместите возле него краситель желаемого цвета. В моем случае это коричневый и выглядит он сумасшедше красиво. Также нам добавили новые красители, а это отдельные красители. Вот так выглядит белый краситель, так вот синий, так коричневый, а так вот черный. Я не знаю почему, но предыдущие красители в виде костной муки, лазурита, какао бобов и чернильного мешочка также работает. То есть мы можем красить как и лазуритом, так и обычным синим красителем. Но чтобы получить такой вот синий краситель нам нужно просто взять лазурит, подойти к верстаку и засунуть его вот в сетку крафта и тогда мы получим синий краситель. Я в общем подумал, что скорее всего в будущих версиях возможность покраски мукой, лазуритом, какао бобами и чернильным мешочком это уберут и мы просто уже из этих предметов будем крафтить наши красители. Что в принципе очень даже логично. Обновление называется «Кошки и панды» соответственно нам добавили новых котов. Кошки уже были давным-давно в Майнкрафте, но они и существовали как двойной моб, то есть ты приручаешь оцелоты и из оцелота становится кошечка. Теперь же все это не так, оцелоты это оцелоты, а кошки это кошки. Спавнятся они в деревнях и их можно приручить при помощи обычной рыбки, но замечу то, что эта рыбка должна быть не жареная. А вот такие вот черные кошки с оранжевыми глазами могут спавниться в деревне во время полуночи, в хижинах ведьмы обязательно спавнится одна черная кошка. В Майнкрафте существует 11 скинов кошек и один из них не используется в игре на данный момент, потому что его должны добавить уже в последующих версиях. Этого я конечно не делал, но если убить кошечку, чего я Вам не советую, то после смерти она оставит Вам 2 единицы нитки. Но кошечек убивать не стоит. И скажу честно, что теперь кошечки не будут отгонять криперов, а не будут отгонять фантомов и это отличная новость. Потому что фантомы если честно, в последнее время задалбывают просто неимоверно. И Вы наверное хотите задать мне вопрос, Неркин, а кто же тогда будет отгонять криперов? А все очень просто, теперь будут отгонять криперов фоцелоты. Их к сожалению нельзя приручить, как кошечек их просто нужно скажем так просто подкармливать и они будут определенное время ходить за Вами и таким образом отгонять криперов. Но приручить диких кошек к сожалению нельзя. На то они и дикие, что их нельзя приручить. Также если у Вас есть прирученные кошечки как у меня, то после того как Вы поспите, потом проснетесь, они принесут Вам какие-то интересные нищечки. В основном это нитки, кроличьи лапки, кроличьи тушки и тушки куриц. Ровно так же как и у псов, у кошечек есть ошейники и их таким же образом как и у псов можно красить просто взять любой краситель и нажать по нему именно по ошейнику просто правой кнопкой мыши и он соответственно просто покрасится. Это очень круто, это красиво. Таким образом кошки выглядят еще милее. Так же нам в Майнкрафт добавили новый вид оружия, а именно арбалет. Это мощное оружие дальнего боя использующее все виды стрел и фейерверки и это оружие используют разбойники. Чтобы скрафтить себе арбалет Вам понадобится всего лишь на всего один слиток железа, три палки, две нитки и один натяжной датчик. Разница между арбалетом и луком довольно большая. Лук очень быстро стреляет, но урон у него меньше, а вот арбалет заряжается и перезаряжается очень долго, но урон у него очень огромный. У арбалетов есть свои три уникальные зачарования. Первое из них это быстрая перезарядка, у него аж целых три уровня и в предыдущих версиях это зачарование имело название «ускоренная перезарядка» вместо «быстрой перезарядки». Думаю по названию уже понятно. При помощи этого зачарования, наш арбалетик очень быстро перезаряжается и мы можем стрелять просто молниеносно быстро. Следующее зачарование это залп, я не знаю почему разработчики Майнкрафта выбрали именно такое название, потому что в предыдущих версиях он назывался мультивыстрел и это было шикарное название, но выбор за ними. К сожалению он есть всего лишь одного уровня и если мы зачаруем наш арбалет, то он будет стрелять вместо одной стрелы сразу трема, при этом и при этом из инвентаря он будет брать всего лишь одну стрелу. Ну и последнее зачарование это сквозной выстрел, но почему-то выбрали название «Бронебойность». У него аж целых четыре уровня и если мы зачаруем наш арбалет, то стрела которую мы с вами выпустим пройдет сразу сквозь несколько мобов, вот прям как сейчас сразу в трех попали при помощи одной стрелы. Ну а чтобы делать выстрелы из арбалета не при помощи стрел, а при помощи фейерверков, то нам понадобится сделать следующее. Мы просто берем наши фейерверки и добавляем их в левую руку. Теперь если мы с вами зарядим наш арбалетик вот таким образом, то в нем окажутся фейерверки и мы выстрелим сразу трима фейерверками, что очень круто, а если это зачарование на мульти выстрел, то бишь залп, то тратится ровно также одна ракета. Арбалетом на Майнкрафт Бедрэк версии ставлю лайк. Ну а с вами были Неркин и любвеобильная пандочка. Мы говорим вам всего хорошего, не забудьте подписаться на канал если вы этого еще не сделали, нажать на колокольчик чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А также лайкните это видео если оно вам понравилось и напишите свой комментарий понравилось вам это обновление или нет. Ну и само собой добавляйте меня в друзья вконтакте, вступайте в наш паблик во вконтакте и подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки находятся в описании. Ну а с вами был я Неркин и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Еще услышемся! Майнкрафт по-новому! Субтитры создавал DimaTorzok